Я леди Ивани, что ты мне скажешь? На-на-на-на-на Так, девочки, ваша лотта. Ну, Флокс, почему вы меня позвали? Мы тебя позвали, чтобы ты нам сказал, кто из нас самая красивая девочка. Томас, скажи, что самая красивая девочка я. Стелла, чё ты как выскочка? Он сам скажет, кто из нас самая красивая. Девочка, мне на конкурсе красоты. Все красивые, но вы не в моём вкусе. В смысле не в твоём вкусе? А кто в твоём вкусе? Лузеры? Флокс, ну вы и странный. Не в ваше дело, кто в моём вкусе. Томас, я тебе хочу сказать, что у тебя плохой вкус. Тебе нравятся некрасивые. Девочки, оставьте его в покое, не нравимся мы ему. Я не понимаю, мы всем не нравимся. Мы просто слишком шикарные, и парни нас боятся. Девчонки, может добавить в латте корицу, шоколад или маршмеллоу? А-а-а, нам просто латте. Пицца Айс, вы очень классные ребята, поэтому я хочу пригласить вас на свой концерт. Бесплатно. Вау, Диана, для нас это такая честь. А кто там будет ещё? Ребята с соседнего дома? Хватит бояться ребят с соседнего дома, они классные. Не слушайте то, что говорит про них загородный дом. Они лучше многих, кто здесь проживает. Диана, Диана, я хочу тебе кое-что рассказать, это важно. Мы пойдём на концерт, Диана. Пошла от тебя, девочки. Талисман, что случилось? Снова тренер Эбин наехал на тебя? Да. Диана, пошли отойдём от лишних ушей. Пойдём, Талисман. Мы с вами! Секретики. А что он сказал? Сказал, что хочет сказать что-то важное. Талисман, давай быстрее, не томи, говори. Девочки, короче, тренер Эбби и Смайл... Что тренер Эбби и Смайл? Короче, у них сегодня свидание. Обалдеть. Ничего себе поворот. И где же у них свидание? Эбби устраивает пикники, туда пойдёт не только Смайл, туда пойдут Ромео и Тиму. Она что, хочет из трёх парней выбрать одного? Вот коза это, Эбби. Ну так что, девочки, пойдём посмотрим, что она там за пикник устраивает. Диан! Нет, ну а что, имеем право? Девчонки, возвращались бы вы к баскетболистам. Раньше было лучше, всё перевернулось. Да, есть такое. Спасибо тебе, Талисман, ты настоящий друг. Ну что, идёмте оденемся? И посмотрим на свидание тренера Эбби и баскетболистов. Девочки, только осторожно, если тренер Эбби вас спалит, она вам такое устроит. Талисман! Ты будешь что-то пить? Нет. Талисман, а нам не хочешь рассказать секреты? Нет, не хочу. Смайл, а мы что, серьёзно пойдём? Конечно, пойдём, мы же сказали, что будем. А Тимур отказался. Тимур отказался, ему и влетит. А мы пойдём и узнаем, что от нас хочет тренер Эбби. Смайл, а тебе не кажется, что от тренер Эбби к тебе неровно дышит? Кажется, Ромео, кажется. Сейчас пойдём и всё выясним. Я всё-таки не понимаю, почему Тимур оказался идти с нами. Потому что Тимур трус, боится тренер Эбби. А мы смелые, мы пойдём. Диана, скорее, я уже все на нервах. Кнопа, да чего ты вообще нервничаешь? Сейчас придём и всё узнаем. Настя, а как не переживать? Тренер Эбби задумала что-то непонятное. Я вообще не понимаю, зачем эту Эбби принесла в загородный дом. Диана, скорее, почему у тебя раздастся шнурки в самый неподходящий момент? Кноп, я готова. Идём. Привет, черлидя Шибани. Девчонки, приходите к лузерам на вечеринку. У нас будет очень весело, мы такое устраиваем. Да, только все должны прийти в чёрном, это наш дресс-код. У нас вечеринка будет с ужастиками. Ну что, девчонки, придёте? Ребят, спасибо за приглашение. Да пойдёмте уже. Но у нас дела, поэтому мы и придём. Никто не хочет к нам на вечеринку. Ребята, ну и пофиг, сами будем тусить. Блин, где они? Не придут что ли? Чувствую себя лохушкой сидят, а на этом покрывали. Ромео, вон она. Ага, сидишь, ждёт нас. Короче, говорим, что Тимур отморозился, а мы пришли. Пришли просто узнать, что она от нас хочет. Да, так и скажем. Давайте коротко и ясно, что вы от нас хотите. Всё, Ромео, мы не боимся тренера Эбби. Не боимся. О, пацаны, пришли. А чего вы опаздываете? Нельзя опаздывать на свидание к девушке. А где Тимур? А, у Тимура живот прихватил. А, живот заболел. Ну ладно, присаживайтесь, угощайтесь. Здесь много вкусняшек. Мальчики, чего вы трясётесь? Я что такая страшная? Я не кусаюсь. Ладно, а теперь о главном. Мы вас слушаем, тренер Эбби. Вы только посмотрите, вон они сидят, голубочки. А Тимура нет, о май гад. Значит, он меня всё-таки любит. Кнопа, девочки, пожалуйста, позакрывайте рты. Мы не услышим, что они говорят. Мальчики, ну, я думаю, вы уже знаете, что я с Майком рассталась. Знаем. Так вот, я хочу месть, я хочу ему отомстить. Круто, месть, надо отомстить. А мы здесь при чём? Ну, я хочу, чтобы он ревновал и хочу замутить с кем-то из вас. Вот, представляете, Эбби встречается с спортсменом. Круть. Смайл, походу, она хочет замутить с тобой. Весело. Представляете, если меня Майку видит с кем-то из вас, из баскетболистов, у него пачка отпадёт. Тренер Эбби, вы обратите внимание на Смайла, классный парень. Слышь, Ромео, тренер Эбби, вы лучше посмотрите на Ромео. Обалденный баскетболист и реально без отношений. Девочки, девочки, о чём они там говорят, я не слышу. Смайл сказал, что они классные баскетболисты и любой готов встречаться с Эбби. Офигеть. Ладно, пацаны, я до завтра подумаю, с кем из вас я буду встречаться. А вы это, угощайтесь, чего сидите? Хорошо, тренер Эбби, подумайте, ну вы обратите внимание, Ромео очень крутой. Смайл. Ой, пацаны, вы оба крутые, а ещё Тимур, вы же баскетболисты. Баскетболисты. Знаете, девочки, мы хоть со Смайлом уже не пара, но мне так больно, внутри всё сжимается. Мне очень хочется, чтобы он замутил с Эбби. А мой Тимур не пришёл. Кнопа, хватит радоваться, радуйся про себя, не видишь, Диане, плохо. Про себя, извините, радоваться не умею, мой Тимур не пришёл. Кноп, знаешь, я за тебя рада, значит, Тимур ещё помнит про ваши отношения. Не понял, ужина на стол не накрыта. Залин, ты что, ужин не приготовила? На кухне Залины нету. И в душе тоже Залины нет. Ха-ха, ну чё, пацаны, слиняла ваша Залина? Закат, это не смешно. Залина, ты где? Может, она обиделась? Меня нет. А что это за картина на полке? Это не картина, это фотка. Не понял, записка. Всё, Залина покинула этот дом. У нас свобода. Слышь, не радуйся, это наша сестра. Успокойтесь, она оставила записку. Братья, если вы читаете эту записку, знайте, Залины дома нету. Я ушла на свидание с Костей. Меня не ждите, я до утра. Что? До утра? Мы должны её остановить. Пацаны, да вы чё, у Залины свидание, ставьте её в покое. Что? Свидание? Вот с тем пухляшом? Нет, погнали, пока она далеко не ушла. Блин, как же бороться с этим запахом изо рта? Я зомби. Костя должен это понимать. Костя, где ты, Костя? Зебры супер, зебры супер. Костя, где ты? Костя едет. Привет, давно ждёшь? Нет, я только пришла. Ну что, малышка, поехали кататься. И, кстати, этот веник тебе. Какой красивый веник. А куда мы поедем? Куда скажешь, моя принцесса. Падай. Ага, падаю. И сюда, на кресло. Какая скромница. Эд, дверь вверх открывается, если что. Ай, я точно забыла. Залина ведёт себя уже некрасиво. Да блин, у нас же имеет право на личную жизнь. С кем? С футболистом? Ага, повстречается, а потом будет плакать. Пацаны, да вы сильно переживаете. Вон они. Делаем в спину. Стоять, ребята. Залина, а это что такое? Ты меня об этом не предупреждала. Костя, не переживай, сейчас разберусь. Быстро ушли, у меня тут свидание. Или вы хотите всё испортить? Слушай, футболист, тебе говорили оставить в покое нашу седру. Или ты хотела ей разбить сердце? Вы меня достали. Пропустите меня. Либо своих чирлидерш больше никогда не увидите. Пацаны, я не понимаю, в чём, собственно, проблема? Честно, у меня нет проблем, это всё они. Залин, вылазь из машины и идём домой. Залин, пожалуйста, пойдём домой. Вы мне не испортите свидание. Костя, поехали. Мне страшно. Поехали. Залин, дома поговорим. Залин, чтоб в десять было дома. Футболист, ты слышал? В десять дома. Какой взрослела наша сестрёнка? Нашей сестрёнке 115 лет. Она уже давно взрослая. Да не трогайте вы, Залин. И вообще, наши девочки к нам сегодня придут. Надеемся, что придут. Так, блоги, держи свои тренировочные гольфы. Мои тренировочные гольфы. Женя, почему у меня с чёрным ободком? Я такие заказала, потому что у нас на форме чёрные полоски. В чём проблема, девочки? Вы чем-то недовольны? Девочки, что, опять ссоры? Вы вообще радуетесь, что эти гольфы привезли. Вы знаете, сколько стоит доставка курьеров? Софи. Можно было не кидать, можно было подойти и положить. Нельзя. Стелла. Спасибо, крыса. Для тебя тоже есть тренировочные гольфы. Девочки, получили гольфы свободные. Какое свободное, учитель мать? Деньги за гольфы сдайте, я как бы свои платила. Отдадим, когда родители переведут. А мне эти гольфы не нравятся, это дело зелёной полоской, мы же фрукс. Да какая разница на ногах, всё равно видно не будет. А я за свои гольфы могу сегодня рассчитаться. Зайдёшь ко мне в комнату, и я деньги отдам. Вот и отлично. Увидите Банни и скажите им, что пришли сюда. А мы уже тут. Учитель Майк, нам нужно с вами срочно поговорить. Договорите. Девочки, вы уже свободны. А я не понимаю. В загородном доме что какие-то секреты есть? Тут вроде все как единое целое. Послушаем, что Банни говорят. Банни, подходим и получаем свои гольфы с розовой полоской. Мы же такие хотели. Нам сейчас не до гольфа. Учитель Майк, нам нужно кое-что вам рассказать. Это касается тренера Эбби. Понял, девочки, вы свободны. Учитель Майк! Я сказал, что вы свободны. Девочки, получите свои тренировочные гольфы. Так, Ляля, подожди, девочки, рассказывайте. Учитель Майк, а при Ляле можно говорить? Конечно, при Ляле можно говорить. Учитель Майк мне доверяет. Да, учитель Майк? Да, девочки, про Ляле можно говорить. Она никому ничего не разболтает. Так что там с Эбби? Ваша Эбби клеится к парням. А именно к Ромео и Смайлу. Она сказала, что сегодня будет решать, с кем она замутит из баскетболистов. Ну и что, с кем хочет, с кем и мутит. Вы что, пришли на это жаловаться учителю Майку? Ляля, ничего, что Эбби была моей девушкой. А ничего, что баскетболисты наши бывшие парни. А я с Ромео вообще-то почти встречалась. У нас был поцелуй. Девочки, что вы от меня хотите? Как что? Учитель Майк, мы хотим, чтобы вы поговорили с тренером Эбби. Я не могу. Почему? Ну, дело в том... Дело в том, что учитель Майк не хочет пересекаться с тренером Эбби, потому что они расстались. Ладно, все понятно. Пойдемте, девочки. А гольфы? Эбби, Эбби, что ты творишь? Учитель Майк, не расстраивайтесь. Красивых девушек очень много. Вы еще найдете ту самую? Короче, девочки, я не знаю. Есть только один выход. Нам нужно помирить тренера Эбби с учителем Майком. Ну и как? Я не знаю, как-то. Я не хочу, чтобы тренер Эбби встречалась со Смайлом. Девочки, а может все-таки забить? Все-таки у нас другие парни. Настя, ну, мне нравится Зип. А мне нравится Зак. И мне нравится Закат. Просто понимаете, девочки, закончатся летние каникулы, начнется школа, и там не будет ни Зипа, ни Зака, ни Заката. И что мы будем с вами делать? Девочки, но мы же договаривались с вами, что мы им поможем. Они вернутся в нормальную жизнь, перейдут к нам в школу. Интересно, как мы это сделаем? Поцелуи не помогают. Мы становимся такими, как они. Да, девочки, пока что мы не знаем, как это сделать. А может, Зип, Зак и Закат это просто летнее увлечение? Может, у нас просто к ним симпатия и никакой любви нет? Диан, ты серьезно? Мы с ними встречаемся. Ну, я сто процентов люблю Зака. Так, все, давайте решать. Баскетболисты или Зип, Зак и Закат. Ну, Паш, что за глупые вопросы? Я же сказала, что выбираю Зака. Настя, тебе легко говорить, потому что тебе не с кого выбирать. О, привет, девчонки. Привет, Смайл. Привет, мальчики. Вы Тимура не видели? Мы его уже полдня ищем. Кнопа, ты что, его прячешь? Прикольно. Да зачем нам нужен ваш Тимур? В смысле прячешь? Я не знаю, где он. Так Тимур же должен быть с вами. Но, как видите, его с нами нет. Тимур? Ромео, успокойся, нет тут Тимура. А у вас как дела? Что нового? Ничего нового. Тимура ищем. Девочки, что это только что было? Почему так грубо? Наверное, Смайл уже мутит с Эбби, поэтому... А знаете что, девочки, пойдемте лучше к нашим парням за Козьи, по языкам. Нет, Настя. Знаете что, девочки, пойдемте к Эбби. Попробую с ней подружиться, я узнаю, какие у нее планы на моего Смайла. На твоего? Добрый вечер, тренер Эбби. Я бы хотела с вами поговорить. У вас есть минутка? О чем поговорить? Любая тема, кроме нашей дружбы, не отговаривается. Я по поводу нашей дружбы, тренер Эбби. Серьезно, Диан? Я так рада, ты сделала правильный выбор. Наша дружба будет завидовать весь загородный дом. Диан, ты еще та штучка, такая же, как я. Нет, тренер Эбби, я не такая, как вы. Мы разные. Диан, хоть мы и разные, но вкусные парни у нас одинаковые. Смайл, тренер Эбби, что вы имеете в виду? Ничего, Диан, подойди к зеркалу. Как для лучшей подруги я хочу сделать очень крутой подарок. Я дарю тебе свои самые любимые сережки. Нравятся? Какие классные. Слышишь, как Эбби радуется? Пусть порадуется немного. А вот Диане я не завидую. Даже фейковая дружба с Эбби еще то испытание. Да-да, ладно, пойдем. Пойдем. Ну все, Эбби, спасибо за подарок. До завтра. До завтра, моя лучшая подруга. Ну это Эбби и странная. Ребята, я постараюсь узнать, чего отбивается Эбби. Ну а вы ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ждите наши новые крутые серии. Всем до новых встреч и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok